И начнем мы с традиционных новостей в начале недели. В администрации округа прошло оперативное совещание. Руководители силовых структур, а также сотрудники органов местного самоуправления отчитались перед главой Люберец в проделанной работе. О самых значимых событиях минувшей недели расскажет наш корреспондент. 1450 раз на минувшей неделе местные жители обратились в полицию. 55 заявлений послужили поводом для возбуждения уголовных дел. Из них 48 удалось раскрыть по горячим следам. Еженедельное совещание традиционно открыл Евгений Романцев. Сотрудники Межмуниципального управления внутреннего дела работают в усиленном варианте в связи с наступающим чемпионатом мира по футболу. Если у кого какая-то будет информация о съемных квартирах, где проживают иностранные граждане, обращались в полицию, к участковому, для того, чтобы мы совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности проверили данных граждан. В летний период и в преддверии Мундиаля неспокойно работаются и Люберецким огнеборцам. На минувшей неделе им предстояло потушить 7 пожаров, и это не считая многочисленных возгораний мусора. Спасатели в выходные дни занимались патрулированием на водоемах. На водоемах пока количество людей очень маленькое, но тем не менее люди уже приходят, и мы занимаемся профилактикой. В сфере ЖКХ, напротив, прошедшие 7 дней оказались спокойными. Свой доклад Вадим Шатилов начал с хорошей новости. Дом 43-2 по улице Кирова занял второе призовое место в областном конкурсе за лучший отремонтированный подъезд. За победу боролись более сотни входных групп со всего Подмосковья. С 26 мая по 2 июня 2018 года для победителей был организован экскурсионный тур в город Новый Иерусалим. В данном мероприятии приняли участие жители подъезда победителя и сотрудники управляющей компании АО «ЛГЖТ», которая выполняла ремонтные работы. Кроме того, Вадим Шатилов добавил, что в городском округе продолжается выполнение капитального ремонта домов. На данный момент ведутся работы по замене кровли в 15 МКД, ремонту фасадов в 10 домах, замене инженерных систем на 5 объектах. В 21 МКД вскоре заменят 55 лифтов. Начальник управления дорожного хозяйства администрации Люберит, в свою очередь, рассказал о ремонте и содержании дорог. Продолжается ремонт тротуаров. За отчетную неделю отремонтировано 6 тротуаров. Это касается текущего ремонта. В рамках ямочного ремонта зафиксировано в программе СКПДЮ устранено 480 ям и зарасходовано 57 тонн асфальта. На совещании присутствующие также заслушали доклады о благоустройстве округа, работе системы 112, а также просьбах и обращениях граждан и спортивных мероприятиях. Анна Троян, Петр Пономаренко и Александр Дегурко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Александра Томей. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий. Субтитры создавал DimaTorzok